Сталинградская битва С июля по ноябрь советские войска оборонялись. К середине осени немцы почти захватили город. Но противник не знал, что наша армия готовила план. Наступательной операцией «Уран» руководил маршал Георгий Жуков. Ударную силу создавали два месяца. Собрали много бойцов. Немцы об этом даже не подозревали. Ведь 13 сентября советским войскам пришлось отступить в город. Противнику казалось, что все в их руках. Удивительный подвиг совершила группа сержанта Павлова. 59 дней 20 солдат разных национальностей удерживали дом, окруженный гитлеровцами. Его так и называют с тех пор «домом Павлова». Второй наступательный период начался с 19 ноября 1942. Войска Донского и Юго-Западного фронтов перешли в нападение. Людям Ватутина и Рокоссовского удалось окружить немцев. А также взять в плен пять и разгромить семь дивизий. Блокаду вокруг врага усилили. Немцы не могли дальше прорваться. Противнику выдвинули ультиматум о прекращении сопротивления. Но требования отвергли. 10 января 1943 года советские войска начали наступление. Начался основной этап сражения. Армия Советского Союза уничтожала врага. Последнюю группу противника убрали 2 февраля 1943. Эта дата считается окончанием Сталинградской битвы. Обе стороны потеряли почти по 2 миллиона человек. В Волгограде, так сейчас называется город, построен историко-мемориальный комплекс героя Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. Скульптуру «Родина, мать зовет» недавно отреставрировали. Работа завершилась в этом году. Субтитры создавал DimaTorzok